Пока Адам не согрешил, пока не нарушил заповеди Божии, он был царем в прекрасном и дивном мире. Когда же согрешил, то власть над природой у него осталась, но это уже была власть не доброго царя, а временчика и насильника. Природа с неохотой служит человеку. Иногда она с трудом отдает свои дары, а иногда бунтует против человека, бунтует землетрясениями, засухами, наводнениями. Псалом 45-й возвещает нам красоту непоколебимой веры, такой веры, которая делает человека твердым даже перед лицом самых страшных испытаний. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и двинулись горы в сердца морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». Нам не страшно, говорит Псалом. Причем землетрясения, смущения воды касаются не только бед стихийных, но и социальных. Ведь бунты, войны, революции более кровавы и более беспощадны, чем любое стихийное бедство. «Бедный человек, повраждовав со своей совестью и отпав от Бога, он закончил тем, что стал убивать себе подобных. Весь мир стонет от кровопролитий, начавшихся с убийства Каином Авеля и не прекращающихся до сих пор. Поэтому вдохновенные пророки и проповедники всегда говорили, что эра Мессии будет эрой милосердия. Люди должны перестать учиться воевать, перековать копья свои на серпы и мечи на орала. Об этом говорит также и 45-й Псалом. «Придите и видите дела Господни, какие произвел Он опустошения на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук, переломил копье, колесницы сжег огнем». Есть еще глубокая и достойная внимания мысль в Псалме 45-м. Дело в том, что человек спешит. Он вечно на бегу, вечно в суете. Причем спешит человек не только сегодня, когда у него есть и самолеты, и машины, и интернет. Он спешит с тех пор, как закрутился в колесе греха и суеты и отпал от источника жизни. Псалом как будто окриком останавливает человека. «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле». Слова эти созвучны со словами пророка Иеремии. Он сказал, «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, где путь добрый, и идите по нему». Вот три мысли, которые мы хотели бы выделить в Псалме 45-м. «Твердая вера и радость о Господе перед лицом любых искушений, как стихийных, так и социальных». «Вера в то, что Господь сломит оружие и сожжет колесницы, уничтожит всю ту милитарную машину, которая учит людей проливать кровь и убивать». И, наконец, то, что мы должны остановиться и рассмотреть пути добрые. Для того, чтобы остановиться, собственно, мы и приходим в Сад Божественных Песен, в тот сад, где не умолкает Псалом, в тот сад, который приносит свои плоды, и один лишь на земле не увядает, и не устает нас радовать и веселить. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok